Анастасия Павлюченкова Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Анастасия один раз подала на вылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брекпоинтов. Третий раунд стал последним для всех российских теннисисток. Также в четвертьфинал открытого чемпионата Италии не смогли пробиться Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова, уступившие голландке Кики Бертонс и австралийке Дарьи Гавриловой соответственно. В четверг, 18 мая, в первом матче финала плыва в чемпионате России по гандболу среди команд Суперлиги в Тольятти Лада встречалась с Ростов-Доном. Равновесие в матче держалось вплоть до середины второй половины 24-24. Но у автозаводчанок началась черная полоса. Сначала ростовские гандболистки забили 25-й гол, а после серии взаимных промахов, меньше чем за минуту, Бобровникова и Барбоса отгрузили Волженком еще два безответных мяча. Еще 24-27, не в пользу Лады, установившейся за 10 минут до финиша матча, предопределил ростовский конечный успех. Итог 26-30. Следующий матч в серии до двух побед пройдет в понедельник, 22 мая, в Ростове-на-Дону. Назначены арбитры на матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу. Матч крыльца Этовтерек будет обслуживать следующая бригада. Судья – москвич Алексей Николаев, ассистенты судьи Игорь Демешко и Илья Елеференко. Инспектор – москвич Сергей Мартынов. При судействе Николаева самарская команда сыграла 23 матча, выиграв 4 из них. А в этом сезоне из двух встреч – одна победа и одна ничья. Если крылья победят грозненцев, а Анжи уступит в Москве столичному ЦСКА или Урал проиграет Уфе, то волжане смогут сохранить место в премьер-лиге. Матч с Териком состоится на стадионе «Металлург» в воскресенье, 21 мая, в 16 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok